Небольшая история о том, что перед покупкой любого бушного велосипеда лучше посоветоваться с кем-то, кто в этом разбирается. Итак, у клиента велосипед, наверное, третий или четвертый. Катается он много. В принципе, велик их понимает. И вот он увидел такой замечательный велосипед на авитос 12 тысяч. Это очень дешево. И купил его. Он знал, что надо что-то делать, но он не знал, что будет все настолько плохо, насколько это возможно. Итак, что у нас здесь? Аварийная рама. То есть велик попал в какую-то аварию, и переднее колесо стоит родное. Втулка там убита, ее надо полностью перебирать. Тормоз был протекший, прокачали, все сделали. Посмотрите, как вилка. Видно визуально, что вилка загнута внутрь, и она полностью залипшая, то есть она вообще не работает. Дальше на грипсе, вот здесь вот есть такая горбинка. Эта грипса торчала наружу, чуть-чуть там на 5 миллиметров от удара. Ее вот так вот внутри деформировал, там пластиковые направляющие под лаконами. На раме, наверное, будет не видно. Вот здесь вот в этом месте краска бликует. То есть что-то с рамой, она немножечко горбом. Шатун левый был вообще очень сильно кривой, и чашка каретная, я уже ее выкинул, она была, как будто бы ее там молотком лупили по чашке. Сейчас открутил, хотел снять правый шатун, здесь вся резьба сорвана. Сейчас буду разбирать, спиливать вот эту звезду, пробовать, может быть, выбить шатуном. Но, скорее всего, придется его тоже пилить, чтобы просто удалить. Или, я не знаю, может, сейчас ось каретки распилю болгаркой, если подлезу. Дальше стоит заднее колесо, чисто китайское, чисто китайское под трещотку. Трещотка на 8 скоростей, представляете? То есть китайская трещотка, она очень сильно люфтит, качество переключения вообще ни о чем. Стерт один зубчик, потому что все остальные просто не работали нормально. Спицы вообще не протянуты. То есть колесо, непонятно где такое нашли, купили. То есть, видимо, была авария. В этой аварии пострадало заднее колесо сильнее всего. Его выкинули, купили новое, поставили трещотку вместо кассеты. Изначально здесь была кассета. Геометрия рамы. У нас, значит, погнуты дропауты внутрь. И вот по петуху видно, да, как сильно загнута рама. Винтик вкручен снаружи для того, чтобы он в раму упирался. Потому что если петух поставить как правильно по раме, у нас, соответственно, переключатель идет вбок. То есть кто-то эту раму пытался реконструировать. Вот таким вот образом, диким. И колесо, конечно, у нас зонт. Видите, да? Зазоры огромные. То есть справа зазор там сантиметра два, а слева трется колесо об раму. Так что вот такие проблемы. Это вот все, что пока нашли. Возможно, есть еще какие-то другие проблемы. В общем, сейчас мы меняем каретку, потому что она полностью мертвая. Меняем шутуны, потому что левая кривой, правая со сбитой резьбой. Звездочки стертые в ноль. Цепь. В общем, по полной программе будем делать обслуживание велосипеда. Выйдет это примерно в половину стоимости пока на данный момент. Но здесь надо по-хорошему еще резину менять. Потому что вся резина сопревшая. Посмотрим. Ну, я рассчитываю, что пока недорого это должно получиться для клиента. Так, почикал я звездочку. И вот таким вот варварским методом я пытаюсь добраться до каретки. Шатун я пилить пока не хочу, потому что, в принципе, он разборный. И даже несмотря на то, что резьба сорвана, в принципе, этот шатун можно на какой-нибудь велик поставить и использовать звездочки-ниспадайки до следующего раза, когда каретка умрет. То есть, в принципе, этот шатун еще послужит. Все. Разбираем. Это у нас замечательная каретка. Защиты от воды нет. Через вот эти отверстия вода попадает внутрь рамы. И внутри происходит вот такой вот трындец. Все гниет, все ржавеет. Все подшипнички, к сожалению, портят. То есть, нужно делать дренажное отверстие снизу, чтобы вода утекала. И, возможно, вот эти отверстия заделывать. На раме здесь вот тоже, видите. То есть, через вот эти отверстия вода во время дождя попадает внутрь, и каретка гниет. И также рама тоже, скорее всего, как-то окисляется. Дремель вот с такой насадочкой. Компрессор. Продуваем, чистим. И получаем практически идеально чистую каретку. Чуть-чуть вот окисления, видите, там идут. То есть, без дремеля обслужить велик проблематично, особенно в таком состоянии. Поэтому в мастерской всегда дремель должен быть. А это у нас внутренности переднего колеса. Такая коричневая смазка, классическая, с ржавчиной. То есть, втулку не перебирали никогда.